Всем привет! Это Универ Ньюс и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. В Свияжске открылся Музей археологии дерева. В КФУ проходит форум «Время кино». Как проходит подготовка к ночи науки? В Свияжске открылся Музей археологии дерева. Открытие произошло в рамках форума ЮНЕСКО. А в Свияжск входит список всемирного наследия. Подобных музеев нет на территории России, а во всем мире было их всего два. В открытии музея принял участие государственный советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО, Ментимир Шамиев. Институт международных отношений Казанского федерального университета является одним из основных инициаторов и создателей музея. Подробнее ролика ФУ мы расскажем в нашем сюжете. В Свияжске был открыт Музей археологии дерева. Мероприятие проходит в рамках форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Форум идет в Татарстане с 4 по 7 сентября и организован при участии государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО, Ментимира Шаймиева. В список всемирного наследия ЮНЕСКО на данный момент входят три объекта, расположенные на территории Татарстана. Это Успенский собор и монастырь острова Свияжск, Казанский Кремль и болгарский историко-археологический комплекс. На открытии выступил государственный советник Татарстана, Ментимир Шаймиев. Мы сейчас с вами открываем следующий музей. Но я не знаю, это мое восприятие. Что-то подобного я сам до сих пор не видел. Музей археологического дерева. Это выполнили наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствуют. Огромная им благодарность. Также выступили вице-президент Российской академии наук Николай Макаров и заместитель директора музея Магнус Оловсон. Проект музея был реализован Казанским федеральным университетом, в частности, Институтом международных отношений. От КФУ в открытии поучаствовали ректор Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений Рамиль Харюддинов. Один из идеологов создания этого музея, Айрат Габрич Сидиков, он и директор Института археологии Академии наук Татарстана. Вместе с тем он является директором высшей школы исторических наук всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. И вся группа, так или иначе, являются и сотрудниками академических вузов, Министерства культуры, но вместе с тем они и преподаватели нашего КФУ. В создании приняли участие Российская академия наук и Казанский государственный институт культуры. Возможности Федерального университета, они велики. Мы имеем возможность приглашать для участия в проекте программы выдающихся исследователей ученых мира. И, естественно, так или иначе, доля Казанского федерального университета в реализации этих проектов, ну, наверное, является одной из самых основных. В музее создана экспозиция, посвященная быту городского населения Средневековья. Дополняет экспозицию анимация. На одной из таких представлен город того времени. Это анимация. Это сделали, кстати, студенты. Студенты Казанского государственного института культуры, Казанского федерального университета. Если ученых, если взрослых людей тянет к подлинным вещам, то детей тянет сюда. Почему? Это вот новые технологии, новые виртуальные технологии, которые позволяют объединить прошлое, настоящее и будущее. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете в рамках форума «Время. Кино» представили внеконкурсную программу. Гостем встречи стал киновед, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Подробности далее. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета 6 сентября стоялась дискуссия «Generation P» – пиар, продвижение, провокация. Мероприятие стоялось в рамках шестого ежегодного образовательного форума «Время. Кино» и проходит параллельно с 10-м международным молодежным кинофестивалем. Фестиваль позиционирует себя как международный, поэтому там фильмы не только российские, не только татарские, но самых разных регионов и самых разных стран. И в наших списках премий, во всяком случае, представлены страны от США до Ирана. Центральным событием форума в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ стала дискуссия «Generation P» – пиар, продвижение, провокация. Основной темой стала нецензурная лексика и другие выразительные средства киноязыка. На данный момент бран на экране – это один из самых радикальных и спорных приемов. Авторы, они сами понимают, для кого и как они создают фильмы. Порой бранные слова в кинематографе могут сделать акцент на важности сцены или в целом ставящиеся в фильме проблемы. Использование мата может помочь автору подчеркнуть темные стороны жизни, выделить беспросветность, ужас и трагизм бытия. Если это художественно обоснованно, это должно быть. И, соответственно, должны быть какие-то возрастные ограничения. И, что касается полных запретов на такого рода вещи, они никогда не бывают эффективными. Стоит отметить, что фильмы, в которых художественная правда требует определенной лексики, будут появляться, и они будут становиться художественными событиями, в том числе будут представлять российское кино на фестивалях. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Ленардо Литьяров, Универ Ньюз. В Униксе состоялось общелицейское родительское собрание. Повестка дня включила в себя большое количество вопросов. Основные из них коснулись плана реализации образовательной программы и программы развития лицея в новом учебном году. Также были награждены отличившиеся ученики лицея. Для чего проводятся подобные встречи, сколько раз в год они будут повторяться и какие вопросы будут подняты на обсуждение, расскажет Анделя Шимилова. 5 сентября в КСК КФУ Уник состоялось общелицейское родительское собрание, на котором директор лицея имени Лобачевского Казанского университета познакомила родительскую общественность с планом реализации образовательной программы и программы развития лицея в новом учебном году. Итак, общелицейские собрания проходят три раза в год. Это обязательно в сентябре, начало учебного года, старт учебному году, стартап различных проектов, которые должны быть известны для всех участников образовательного процесса, как для учителей, как для детей, так и, конечно же, для родителей. На общелицейских родительских собраниях традиционно обсуждается все то, что сделано в лицее и для его воспитанников. Детально рассматриваются дальнейшие планы. Родители имеют возможность задать интересующие их вопросы. Еще одним обязательным условием общелицейского собрания является то, что оно проходит в присутствии самих детей. И, конечно же, то, что в этом собрании принимают участие и дети, говорит о том, что наша лицейская жизнь открыта для всех ее участников. И, по крайней мере, тут нет никакого страха или тайны, что вот с родителями говорим об одном, с детьми о другом. Здесь полная открытость информации. Это очень здорово. Завершилось общелицейское собрание награждением отличников. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанский университет готовится к проведению очередной Ночи науки. Убедиться, что наука – это весело, гости смогут участвовать в интерактивных деловых играх, викторинах, научных опытах, выставках новейших научных разработок. Что еще интересного ожидает участников и гостей ближайшей ночи, расскажет Адель Шамилова. 2018 год объявлен в Татарстане и в Казанском федеральном университете годом Льва Толстого. По случаю 190-летнего юбилея великого писателя Льва Толстого и 275-летнего юбилея государственного деятеля и поэта Гавриила Державина, в КФУ пройдет серия научно-популярного проекта про наука в КФУ под названием «Ночь в императорском». Девятая серия научно-популярного проекта про наука называется «Ночь в императорском». Она посвящена юбилею Льва Николаевича Толстого. Пройдет она 12 сентября в главном здании КФУ. В программе проекта также заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты. Преподаватели Казанского федерального университета, выступая с лекциями, ответят на вопросы, почему Льву Толстову не дали Нобелевскую премию, как отдыхал писатель в молодости, каких принципов придерживался Державин и какие из экранизаций произведений Льва Толстого считаются эталонными. Там будет, как всегда, лектория с нашими преподавателями. В этот раз у нас выступает приглашенный спикер, это потомок Толстого Андрей Сергеевич Кочубей. Он также выступит с лекцией. Также у нас будут разные интерактивы, мастер-классы, игры, квесты, викторины и для взрослых, и для детей, и для студентов, конечно же. И пройдут также игры будут с разными розыгрышами. Для всех желающих провести ночь в императорском вход свободный. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ-ТВ.